Хочу предупредить, все решения, в частности по ковиду, как и в сельском хозяйстве, вновь были приняты. Это подлежит неукоснительному исполнению. Просто предупреждаю, если еще получится так, как в Бобрульске или в Минске, не успели, видите ли, отменить ранее принятые, Наталья Ивановна, решения вы там в горосполкоме. И оставили дурь, которую вообще страшно читать. Тоже проверили, вы знаете. Наталья Ивановна, я хочу, вот почему я всегда вас, потому что Минск это вот рассадник этих фейков и прочее. Я не хотел бы с вами, как человеком ответственно на эту тему больше разговаривать, как и со всеми другими. Решения будут мгновенными и кардинальными. Вы понимаете, не вас только касается. Может быть Назарова это по Гомелю больше касается, чем вас. Но я просто беру пример. Идет война. Образно говоря, идет война. И очень важно в этой сложной ситуации исполнительская дисциплина. И важно единоличное руководство в этой ситуации. Когда идет война, они обсуждаются там разные варианты в течение недели. Потому что за это время погибнут тысячи людей. И лучше принять не совсем точные решения, но действовать, чем бодягу качать из стороны в сторону. Мною приняты выверенные решения. Которые поддержаны самими людьми. Да и вы не были против. Ну так исполняйте. Поэтому любое неисполнение, любая информация на эту тему. Вот не обижайтесь на меня. Все вы свои люди, но работать вы со мной не будете. Это касается всех. Особенно Минска, где у меня основной человек высшее должностное лицо. И там же еще у нас целый министр внутренних дел. А вам надо указание еще от президента, чтобы там чего-то надо было решить. Еще раз предупреждаю. Договорились. Принято решение. Исполняйте. Это сегодня главное. Это вопрос нашей выживаемости. Ибо нас просто как в жерновах перетрут. Если не съедят, то выплюнут.